Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о том, как получить нового маунта в Утробе, руку Нилганихмата. Это золотая рука, которая лутается с абсолютно разных активностей и для своего создания требует 5 разных колечек. Первое колечко — серебряный перстень Нилганихмата. Я начал именно с этого колечка, поэтому и свое повествование начну именно с него. Первый разбиватель печатей был получен сундучка. Эти сундучки разбросаны абсолютно по всей прирейдовой локации. Ищем и испытываем свою удачу. Второй ключик, который я полутал на видосике, он висит на дальней стене справа в пещере. Там, где мы по цепочке, убиваем квестового мопца. Вход можете увидеть на видосике, но также я закину координаты в описание к этому видосику, для того, чтобы вам было проще найти эту пещеру. Третий ключик был получен с элитных мобов под названием Дезертир из Малдракуса. Нужно быть осторожнее, у них по 180 тысяч здоровья. Они неплохо бьют, но иногда они бывают пассивны. В этот момент можно и отхилиться, и покайтить, и побегать, и что-то поделать. Чтобы четвертый ключик полутать, четвертый разбиватель печатей, мне пришлось собрать небольшую группу на рарника Ильву, потому что четвертый разбиватель печатей дропается именно с нее. Ильва — это рарник, собака, у нее более миллиона здоровья, поэтому соло на текущий момент. Его просто не убить, этого рарника, поэтому собираем группу. После того, как мы собрали все четыре разбивателя печатей, мы летим к клетке и вскрываем замочки. Вскрыв замочки, откроется сундук, и из этого сундука мы получим первое колечко — серебряный перстень Нилганихмата. Для того, чтобы получить второе колечко под названием Золотое кольцо Нилганихмата, нам нужно проявить свои акробатические способности. Нам нужно купить крюк у Венария. А также нам может пригодиться планер. Мы встаем на определенные координаты, как на видосике, закидываем свой крюк вверх и прыгаем по скалам. Забираемся на самый верх, плутаем колечко. В целом все просто. С целью получения третьего кольца — перстень печатка Нилганихмата — нам нужно убить Эгзоса, глушатая господство. Но все не так просто. С целью того, чтобы призвать его, нам потребуется предмет Зов Господства. А чтобы собрать Зов Господства, нам нужно соединить три гравировки, которые падают с трех мопцов. А именно Афалей — глушатай потери, Экфорос — вестник скорби и Талапорос — глушатай боли. Эти, конечно, имена очень интересны, но что мы можем сделать и как мы можем упростить убийство Эгзоса? Мы можем просто-напросто зайти в какую-нибудь заранее собранную группу. Они довольно-таки часто собираются. И уже прийти к призванному Эгзосу. Убиваем его, плутаем колечко. Он клей, ладно, аккуратно, съемки. Для того, чтобы получить четвертое колечко — руническое кольцо Нилганихмата, нам нужно убить Тарглууна. Тарглуун находится в мире ином, в Утробе. Чтобы зайти в мир иной, нам нужно использовать восстановленный ключ разлома на сером портале, который находится в Кортии. И из Кортии нам придется бежать в Утробу. Только может случиться кое-что неприятное. Когда вы придете на место спавна Тарглууна, его там может просто-напросто не быть. Что вам предлагаю сделать? Намного интереснее будет, если какой-либо человек, у которого уже прокачана репутация, у которого много этих ключей, глянет заранее, есть ли там Тарглуун. Можно поискать заранее собранные группы. А можно попросить кого-нибудь, чтобы вам поставили коллапсирующий камень разлома рядом с Тарглууном. Способов много, выберите свой. Каменное кольцо Нилганихмата. Пятое колечко для Маунта, которое доступно только во время атаки Некролордов. Советую перед тем, как вы начнете собирать обломки для сбора пятого колечка, сделать абсолютно все задания в этой атаке Ковенанта. Первый обломок лутается с земли. Второй обломок лутается с сундучка. Их несколько штук, можно попытать удачу. Чтобы получить третий обломок, нужно сделать квестлайн небольшой, который выпадает с сундука при условии, если мы сделали полную атаку Ковенанта. Или почти полную. Но если вы вдруг поспешили, или вы уже пролутали абсолютно все сундучки, то в заранее собранной группе можно найти какую-нибудь группу с названием Clearing the Walls или что-то типа такого, зачистка стен. Есть люди, которые предложат вам это задание. А четвертый обломок падает с кадавра. Маленький нейтральный моб, который бегает по центру цитадели Вечных Мук. И если вы дошли до этого пункта, то я могу вас поздравить, вы близки к получению маунта. Но для начала нужно создать пятое колечко. С целью его создания идем в центр утробы, подходим к кузне Духостали и прожимаем те четыре обломка, которые мы собирали во время атаки некролордов. Они объединятся воедино, и в инвентаре у нас появится каменное кольцо. Получив все пять колечек, мы двигаемся в котел Заваала. Нам нужно спуститься в пещеру, которая находится по координатам 25-32. В эту пещеру не стоит спускаться просто так. Нам нужно попасть туда в мире ином. То есть в разломе. Чтобы попасть в разлом, мы можем использовать камушек как зеленого качества, так и синего качества. Спускаемся в пещеру. Видим эту руку сбоку. Надеваем на нее колечки. Рука активируется. Берем квест. Задаем квест. Получаем итем в сумку. Юзаем итем. Таким образом получаем маунта. Катаемся. Бегаем. Наслаждаемся. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.